Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать, как сделать заказ на Алиэкспресс без оплаты. Без оплаты, чтобы продавец мог изменить цену. Это нужно во многих случаях по разным причинам. Продавцы, например, скидку вам предлагают сделать еще что-то. В большинстве случаев, допустим, пришел какой-то бракованный товар или товар пострадал по дороге, и продавец просит вас сделать повторный заказ, чтобы изменить цену на этот заказ, чтобы выслать вам этот товар и дать вам еще один трек-номер для того, чтобы вы отслеживали повторную отправку данного заказа. Эта куколка у меня взята только для примера. Я ее даже не заказывала. Просто для примера. Итак, что для этого нужно? Во-первых, если у вас случился случай, что вам высылают повторный заказ, первый заказ ни в коем случае не надо подтверждать. Нужно попросить продавца, чтобы он продлил срок защиты на первый заказ, потому что он стоит каких-то денег. Допустим, вот тут кукла 1300 стоит. А во втором заказе он вам изменит цену, допустим, на 1 цент, на 10 рублей. То есть, если вы этот заказ подтвердите, то вы подтвердите именно эту сумму. А второй заказ у вас будет снижена цена, и продавец с удовольствием вам вернет 1 цент, если он просто вам даже не вышлет повторный заказ. Поэтому первый заказ должен быть продлен срок защиты в первую очередь. Если продлить срок защиты невозможно, в таком случае нужно открывать спор. Итак, теперь конкретно по данной теме. Итак, как сделать заказ, чтобы заказ был, но не оплачивать его, и чтобы продавец мог изменить вам цену. Вы выбираете нужный вам товар, нажимаете кнопочку «Добавить в корзину». Добавили в корзину, в корзине вы нажимаете кнопочку «Заказать у этого продавца». Нажали кнопочку «Далее в корзине». Вот здесь очень важный момент. Если вдруг у вас есть купоны от этого продавца, их ни в коем случае нельзя использовать. Иначе продавец не сможет сделать вам вот эту вот скидку, то есть не сможет вам уменьшить цену. То есть никаких купонов использовать в данном случае нельзя. Вот так. И далее. У меня, допустим, основной платежной системой является карта виза Сбербанка. И вот чтобы случился заказ без оплаты, для этого нужно выбрать не ту карту, допустим, которой вы все время платите, а нужно выбрать другие способы оплаты. В таком случае заказ у вас будет оформлен, а денег с вас никто не снимет. Именно потому, что других способов оплаты очень много вариантов оплаты. И их нужно специально выбирать. Отдельно уже потом. То есть вы выбираете. Здесь вот надо обязательно точечку поставить. Другие способы оплаты. Затем смело нажать кнопку «Подтвердить и оплатить». И у вас откроется вот такое вот окошко, где опять же появится кнопочка «Оплатить сейчас». Вот здесь уже кнопочку «Оплатить сейчас» не надо, потому что этот товар у вас попадет в ваш личный кабинет. И там будет это все выглядеть приблизительно вот так. Здесь вот «Оплатить сейчас», «Отменить заказ». Вот это стоимость этой куклы. И как вы понимаете, вот ожидается платеж. То есть вот на этот товар ожидается платеж. То есть вы за него еще не заплатили. И вот после того, как вы оформите вот такой вот заказ без оплаты, вот тогда продавец вам сможет поменять цену на этот товар. Все делается просто. То есть просто не бойтесь нажать кнопочку. После другого способа оплаты «Подтвердить и оплатить». Все, после этого перейдете просто в личный кабинет и будете ждать, когда продавец вам изменит цену. Можете в сообщении продавцу написать номер вашего заказа, чтобы это произошло побыстрее. Ну вот, собственно, на этом и все. Всем удачных покупок, мира и добра. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментарии. Не забывайте ставить лайки и грозные дизлайки. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok